Культурный слой, он такой темный, насыщенный мусором. Ниже этого сруба тоже идут культурные слои. Там и находки есть. Вот, как говорится, к бабушке не ходите. Невероятные исторические артефакты скрывает котлован. Елизавета Черных, профессор кафедры истории Удмуртии, за 40 лет исследований впервые видит так хорошо сохранившийся археологический след. Когда увидела вот этот вот слой, я дар речи лишилась. У нас нет в Удмуртии ни одного памятника из двух тысяч памятников, объектов, которые выявлены, да, или, скажем, стоят на охране. Нет ни одного, где был бы мокрый культурный слой. Это вот первый объект такой подобный. Это город Град-Свияжск на Волге, в Татарстане, где сейчас ведутся масштабные работы по внесению его в список всемирного наследия. Мокрые культурные слои бесценны для археологов. Эти древности законсервировала сама Кама. Обнаружили их две недели назад. Строители на набережной делают очистные сооружения. Часть найденных предметов старины уже передана в Сарапульский музей. Местные краеведы предполагают, в конце XII века здесь, на берегу Камы, обосновались выходцы с Новгорода. Об этом упоминается в сказаниях о ветчанах. Археологи считают, разгадка тайны может быть в этой яме. Однако останавливать строительство очистных сейчас тоже опасно. Работа на сегодняшний день не приостанавливается в связи с тем, что ожидается большой паводок. И котлован, который мы здесь уже сделали, он просто его зальет водой. И не сможем мы ничего до конца, до сентября месяца. Эти находки мы, еще раз говорю, что мы их отметим на карте. На карте отметим, значит. И если археологи здесь заинтересуются, придут, значит, то у нас будет она отмечена. Приступить к исследованию объекта сейчас археологи не могут. Нет разрешения на работу и выдает его Министерство культуры России. А строители торопят. На раскопки готовы дать лишь две недели. Если археологов пошлют, то мы, естественно, допустим, пока не зарыдим ничего. Пока работы на этом участке остановлены, такое предписание выдало региональное агентство по госоохране объектов культурного наследия. Город, поскольку выступает доказчиком работы, это его, в первую очередь, расходы, археологические раскопки. Это они не провели археологическую экспертизу до начала работы. Соответственно, они это должны сделать сейчас, когда уже вот такие последствия, скрыт памятник. Это нарушение. За это мы будем наказывать. Историки уверяют, Сарапольская земля хранит много тайн для города, который строит туристический кластер. Это шанс. Это уникальное явление. Это мы сейчас с вами должны хвататься за это, как вот за, не знаю, спасательный лист, спасательную, как говорится, ниточку. Всеми, как говорится, возможностями своими изучить этот объект. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин, телеканал Майя Удмуртия.